Допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Похоже, мы имеем дело с крупнейшей экологической катастрофой в России за все последнее время. Сергей Диченко, первый вице-президент операционной и операционный директор компании Нарникель, говорит, что на месте работают морские спасатели. Мы контактируем сейчас со специалистами-экологами. Сегодня был штаб при МЧС, где подключили специалистов из газовой и нефтяной отрасли. Пока остановились только на том, что мы должны интенсивно собрать топливо и рассмотреть возможность его вывоза с площадки для дальнейшей утилизации. Это конец цитаты. Президент России Владимир Путин сегодня собрал специальное совещание для обсуждения мер, принимаемых в целях ликвидации и последствий разлива дизельного топлива в Норильске, Красноярского края. Президент раскритиковал региональных руководителей и заявил, что власти узнали о произошедшем лишь через двое суток. В общем, обсудим эту новость с Василием Яблоковым и руководителем климатического проекта российского Гринписа. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Что, действительно, вот этот вот разлив топлива Норникелем, это какая-то грандиозная, не имеющая аналогов, катастрофа? Для Заполярной Арктики это действительно грандиозная катастрофа. Это крупнейший разлив нефтепродуктов за Полярным кругом. Безусловно, случались и другие катастрофы. Вот есть сравнимая по масштабам катастрофа крушения танкера Эксен-Баудис около берегов Аляски. И можно, в принципе, сравнить, насколько много было затрачено ресурсов для ликвидации последствий этой аварии. Ну а как Вы считаете, все-таки вина лежит на Норникеле или это ситуация, которую невозможно было предсказать? Как Вам кажется? Ну тут комплексный вопрос. Безусловно, виновата эксплуатирующая компания, которая должна была со стопой осторожности эксплуатировать опасный объект, причем в условиях тающей вечной мерзоты, про то, что уже не раз говорилось, в том числе со стороны Норникеля. Также мы видим проблему в экологическом надзоре с тем, что это эффективно сейчас не работает. И, кроме того, в нынешних условиях еще рассматривают возможности для ослабления экологического законодательства даже. Хотя мы видим, что даже без его ослабления система работает не очень исправно и в итоге выливается в такие катастрофы. Но как Вы считаете, есть ли в этом какой-то коррупционный компонент? То есть я представляю, что в регионе, где есть Норникель, как такое основное предприятие, экологам, наверное, очень трудно каким-то образом полемизировать, в принципе, с такой крупной компанией. Ну тут не о чем даже полемизировать. Мы видим вот сейчас на экране последствия этого разлива. Режим ЧАЭС уже объявлен на федеральном уровне. И масштабы катастрофы все понимают. То есть, безусловно, известен виновный. И необходимо как можно быстрее ликвидировать последствия аварии. Но уже сейчас можно говорить, что загрязнение останется на долгие годы, потому что дистопливо осаживается на дно реки, смешивается с донными отложениями и, в конце концов, будет отравлять водную систему еще долгие годы. Ну вот только что пришла новая, что введена чрезвычайная ситуация федерального уровня в Красноярском крае. Как вам кажется вообще, как это скажется на жизни людей, которые живут в этом регионе? Как это может проявиться на их бытовом каком-то низовом уровне? Проблемы с питьевой водой, не знаю, с каким-то сельским хозяйством. Что будет? Ну, в принципе, окрестности Норильска уже сами по себе являются зоной экологического бедствия. Безусловно, нынешняя ситуация еще ухудшится, состояние окружающей среды и жизнь людей. Конечно, на жителях это также скажется, особенно на коренных народах, которые также проживают на полуострове Таймыр. Собственно, да, режим чрезвычайной ситуации предполагает значительную трату ресурсов на преодоление последствий аварии. И я надеюсь, что и для людей будет возмещен тоже ущерб. Ну, на ваш взгляд, насколько разумно и оперативно действуют региональные и федеральные власти? Есть ощущение, вот правильно ли они движутся, собственно, к ликвидации этой аварии? Ну, с учетом того, какая информация поступает из официальных источников о том, что власти Красноярского края узнали об аварии спустя два дня. Два дня для такой катастрофы это очень большой период. Это то время, за которое можно было предотвратить распространение дизельного топлива на огромные расстояния. Вот это упущенное время в начале – это миллиарды рублей впоследствии для рекультивации, для преодоления последствий экологической катастрофы. Ну, вообще, вот этот вот синдром «боялись доложить» – это огромная проблема в России в целом. То есть из-за этого, я думаю, вообще паладина наших проблем, потому что боятся доложить. Спасибо большое. Это был Сергей Диченко. Простите, это был Василий Яблоков, руководитель климатического проекта российского «Гринписа». Мы говорили о гигантской катастрофе экологической, которая случилась в окрестностях Норильска. Пролилось дизельное топливо, и невозможно его собрать. Огромные территории загрязнены. Каким-то образом сейчас власти на всех уровнях пытаются эту проблему решать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова